МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире 1-го Карагандинского. В студии Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Крупное ДТП на Пришахтинском мосту случилось сегодня днем. Начальник управления энергетики ЖКХ Ирлан Утешев арестован на 2 месяца. В Саране безработный хотел вылечить диабет мясом собаки. Крупное ДТП на Пришахтинском мосту. Сегодня днем здесь столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина. По предварительным данным, 2 человека погибли, еще трое в тяжелом состоянии. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Авария случилась на Пришахтинском мосту. Свидетели рассказывают, якобы автомобиль Лада Приора выехал на встречную полосу. Водитель КамАЗа, пытаясь избежать столкновения, вылетел в кювет. На кадрах видно, что грузовик слетел с моста. В итоге мужчина, находящийся за рулем КамАЗа, и водитель Приоры скончались на месте. Еще трое получили тяжелые травмы. ДТП спровоцировало двухкилометровую пробку. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники дорожной полиции. Начальник управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Ерлан Утешев, совершивший ДТП со смертельным исходом, арестован на два месяца. Чиновник будет переведен в СИЗО, однако не сразу. Только по окончании лечения в больнице, где находится настоящее время. Напомним, против госслужащего возбуждено уголовное дело. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы. Из зала суда Анбар Шаликенов. В зал суда Утешева доставили прямо из больницы. Должностное лицо отказалось выступать на заседании суда, предоставив слово своему адвокату. Вину свою госслужащий признал частично. А вот адвокат потерпевших просил арестовать его сроком на два месяца, чтобы Утешев не смог влиять на ход следствия. Защитник чиновника настаивал на домашнем аресте, поскольку тот страдает панкреатитом и ишемической болезнью сердца, а также имеет трех малолетних детей. В ответ адвокат потерпевших заметил, что болезни Утешева не помешали ему употреблять спиртные напитки. Я также поддерживаю ходатайство. Считаю, что если Утешев будет избрана другая мера пресечения, он может воспрепятствовать объективному расследованию по данному уголовному делу или будет пытаться скрыться от дознания суда и попытается уйти от уголовной ответственности. Вот еще один интересный факт. Буквально накануне стало известно, что Утешев уволен с поста начальника управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области. Когда было принято такое решение, неизвестно. В пресс-службе Акима Карагандинской области пообещали, что предоставят всю интересующую информацию позже. Я хотел бы суд обратить внимание на следующий момент. В частности, государственный обвинитель и мой коллега говорили, что якобы мой подзащитный может скрыться от следствия и помешать объективному расследованию данного уголовного дела. Я считаю, что эти отключения голословные. Он скрыться в любом случае никак не может, потому что у него на руках находится трое несовершеннолетних людей. Сам он после этого дорожного трассного происшествия пострадал и получил закрытую часть мозгового травмы, сотрясение головного мозга, ушиб головы и фактически в полубессознательном состоянии находится здесь. Напомним, авария произошла в Караганде в ночь на 16 февраля. Начальник областного управления энергетики и ЖКХ Ерлан Утешев на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП погибла женщина в областной прокуратуре и подтвердили, что начальник управления ЖКХ в момент аварии был пьян. Анвар Шаликенов, Тульген Рашидов, Первый Карагандинский. Токсины очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. Натяже. С заботой о вашем здоровье. В Саране безработный хотел вылечить диабет мясом собаки. Для этого мужчина убил домашнего питомца, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. 20 февраля ночью в ВВД города Сарань обратился 40-летний местный житель, который сообщил, что со двора его дома неизвестный похитил собаку по роду гончая. Следственной оперативной группой Саранского ГОВД по горячим следам был задержан 62-летний безработный мужчина, житель города Сарань, который дал признательные показания. Он действительно похитил собаку. Задержанный пояснил, что давно болен сахарным диабетом и в качестве лечения ему посоветовали есть мясо собак. Полицейскими был изъят труп похищенной собаки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Принимавшие без собу чиновники амнистированы. Суд вынес приговор экс-заместителю Акима города Сергею Гребенщикову и бывшей сотруднице областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Татьяне Гук. Чиновников признали виновными халатности. Судья приговорила каждого из них к пяти годам лишения свободы, применив в отношении их амнистию. Отметим, что прокуроры просили решить осужденных право занимать государственные должности в течение трех лет. Судья полностью поддержал эту просьбу, затем Гребенщиков и Гук были отпущены из зала суда. Татьяна Гук заявила, что согласна с приговором и не будет обжаловать решение суда. Гребенщиков же комментариев относительно приговора не дал. Напомним, что Гук и Гребенщикову, осуществлявшим госприемку домов скандально известного микрорайона Бесоба в Караганде, статью обвинения переквалифицировали со злоупотреблением должностными полномочиями на халатность. Валют-транзит банку должен не только Беляев. Сумма общего долга составляет 42 миллиарда тенге. Сегодня судебные исполнители активно конфискуют имущество у должников по кредитам банка и выставляют все на торги. С подробностями Миром Гульсалкинбаева. Как выяснилось, завещание эксбанкира Беляева получат его родственники через 6 месяцев. Как отмечают организаторы круглого стола, все долги, а точнее 36 миллиардов тенге, близкие погибшего выплатят именно тогда. Для этого судебный исполнитель Октябрьского района принимает все необходимые меры. На сегодняшний день департамент, учитывая проблематику и общественный резонанс, имеющийся от взыскания в части с удовлетворением требований вкладчиков, возникает то, что необходимость реального исполнения именно по взысканию, максимального взыскания в пользу ликвидной комиссии всех взысканных суд по решению суда. А вот жительница Октябрьского района Елена Николаевна не погашала кредит вообще, который взяла еще в 2011 году. Теперь имущество женщины будут описывать и выставлять на торги. У вас на сегодняшнее время по решению суда составляет 383 871 тенге. На сегодняшнее время вы ни копейки не произвели. В связи с этим я сегодня пришел произвести процессуальные свои действия по опции ареста имущества. Неплательщица, в свою очередь, пытаясь уйти от ответственности, утверждает, что кредит она взяла не для себя, а для своей одной знакомой. Я брала не себе кредит, меня попросила знакомая. Она с первого брала у меня кредиты, вошла в доверие, она все выплачивала. Судоисполнители говорят, что работу с должниками валют транзита будут проводить почти каждый день, и в ближайшее время все долги банка будут погашены. Мирамгуль Салкимбаева, Лжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Соблюдать высшую этику и компетентность намерены сотрудники органов внутренних дел. Именно поэтому они ежегодно проводят курсы повышения квалификации. Очередные учебно-методические сборы для сотрудников кадровых служб проходят в стенах Карагандинской академии МВД. Все работники воспитательных отделов кадровых служб органов внутренних дел, а также заместители начальников по кадровой работе Карагандинской области, прибыли в шахтерскую столицу. В течение недели им предстоит не только узнать много нового, но и обменяться опытом работы. Как известно, Нурсултан Азарбаев в своем послании народу Казахстана о стратегии 2050 поручил продолжить реформирование правоохранительных органов. Рассказать о том, как это будет проходить в системе МВД, а также о дальнейшей работе кадровых служб, для этого специально прибыли представители департамента по кадровой работе. Любое деятельность сотрудников органов внутренних дел, как мы знаем, происходит в глазах наших граждан. И в работе полицейским должно быть место равнодушия, некомпетентность и непрофессионализма. Его действие, его поведение должно быть соответствовать высочайшим моралям этики нашего государства. Стартовал новый сезон КВН Казахской лиги. В фестивале приняли участие шесть команд. Веселые и находчивые по-прежнему веселят народ и обсуждают актуальные темы, используя сатиру. Более подробно расскажет наш корреспондент. Сезон был построен по всем правилам. Были традиционные ходы и эксперименты. Тема юмористов называлась «В мире информации». В полуфинальной игре командам были даны задания, однако не все участники справились с поставленными задачами. Так, например, не получился конкурс приветствия у команды из города Сарань, кстати, которые стали открывашкой фестиваля. На конкурсе было видно, что многие команды работали на полную мощность, приятно удивили и местами расстроили. Как отмечает вице-президент Казахской лиги, КВН – это непредсказуемая игра. И как поведет себя зритель и жюри – неизвестно. Мы ждем от команд очень остроумных шуток. Конечно, в последнее время у молодежи в КВН появилась большая заинтересованность. И в дальнейшем будем надеяться, что уровень казахского КВН вырастет вдвойне. Итак, из шести команд прошли в финал всего лишь две. Это гости из города Акжал и команда Жастар. К слову, это хороший показатель для только зарождаемых команд. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. В Тимиртау в плавательном бассейне спорткомплекса «Жастар» прошли финальные заплывы 16-го открытого Кубка Казахстана по плаванию среди юношей и взрослых. Спортсмены различных возрастов и уровня мастерства соревновались в современном бассейне «Жастара». Карагандинская область делегировала двух чемпионов на пьедестал. Имени стали мастер спорта международного класса Станислав Осинский в заплыве на спине и мастер спорта Александр Лазарев в брасом. Также стоит выделить замечательных тренеров, воспитавших чемпионов. Заслуженный тренер Республики Казахстан Василий Дрень и тренер высшей категории Николай Циркунов. Сейчас мы проводим наш Кубок Республики Казахстан по плаванию. Это первые крупные, скажем так, республиканские соревнования по плаванию в этом году. С этих соревнований мы начинаем наш новый этап, новый цикл подготовки. И олимпийский цикл подготовки, и цикл подготовки к азиатским играм. Такой первый проверочный, будем говорить, старт. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Еще больше новостей на нашем сайте, адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау Вонсдар. Аман Сау Вонсдар.